Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я перед вами с новым форматом видео, такого на моем канале еще не было. Сегодня мы с мамочкой пойдем покупать продукты на неделю, и не только, еще и средства гигиены, и все, что мы там увидим. Самый интересный момент заключается в том, что я буду писать вам цены, так как во влогах часто бывает такое, что я вижу в комментариях, люди спрашивают, а сколько это стоит, а что, а у вас, например, дороже что-то, а у нас это дешевле, к примеру, например. Вот, поэтому цены я также буду указывать, и уже вечер, уже не так жарко, и мы потихоньку двигаемся в сторону супермаркета. Я выгляжу вот так вот, собрала волосы, чтобы было удобнее, и одела вот этот комбинезончик, который недавно вам показывала, очень удобно. Погода просто бомба, такой легкий ветерочек, то, что надо. Мы собирались чуть раньше выходить, но потом мама сказала, что какая разница, супермаркеты работают, не знаю, до 11, лучше уж вечерком пойдем, заодно и погода будет офигенная. Жалко, что магазины закрыты, посмотрите, какие брюки, прям вау, высокая посадка, прям болтаться в талии не будет, и вот здесь такие вставочки. Очень крутые брюки, сумки, конечно, не очень, но брюки прям вау. Как только откроется магазин, я прибегу и куплю эти брюки. Закрыто, все закрыто. Ну все, мы уже на месте. Тут, ребят, очередь. Очередь в супермаркет, пускают только по два человека, ужас какой-то. Впереди меня прям толпа людей. Вот такие вот штуки для дистанции. Все стоят вот так вот. Ну все, я уже здесь. Вы, наверное, спросите, почему каждый раз я иду именно в Браво, потому что здесь можно снимать. Крутой ножик розовый. Есть еще наборчик розовых ножиков. Наконец-то. Я так давно гналась за этой кружечкой. Наконец-то я ее нашла. Разные цвета, матовый. Такой приятный на ощупь, это нечто. А есть еще такие омбре. Но мне как-то не очень. Как-то дешево смотрится по мне. Лучше просто одного цвета. Такой бомба. Ой, кайф. Блин, я увидела еще такой цвет. Не знаю даже, какой взять. Однозначно синий не хочу. Выбор большой, даже не знаю. Нет, такой это слишком простенько. Вот это. Еще здесь два формата. Есть вот такой, а есть более удлиненный. Стоят они одинаково. Желтый, какой классный желтый. Надо с мамой посоветоваться. Я прям не могу выбрать. У этого какой-то матовый стешевый. Еще одна моя слабость, это свечки. Смотрите, какой здесь выбор разных. Такие по 4 моната стоят. А это вообще кайф. Почти 10 монат. Возьмем большие пакеты для мусора, чтобы наконец-то избавиться от трупа над шкафом. Смотрите, какие крутые атрибуты для мукбанков есть здесь. Это что такое? Альменевый пакет. А я тут встретила свою подписчицу. Такая милая. Прям прелесть. Здесь книги. Жаль, что мне нет времени читать. Раньше прям покупала много. И читала. Спрашивают, где я покупаю вот это масло для волос. Вот. У меня такой. В Браво продается. Очень клевая штука. Во время карантина. Я люблю три слоя, чтобы прям мягенькая была. Клевые контейнеры, но только здесь они очень дорого. 4 моната стоят. Любимый Oreo. Такой стоит 99 копеек. Профаэлки по три моната. А такой альпингольд я никогда не пробовала. Надо это исправить. Что за подарок? Смотрите, покупайте чай, подарок чайник. Давай возьмем тот, где чайник. Вот ты все равно такой берешь. Возьми большой и чтоб чайник. Мамин размер. Мама любит, когда мороженого многого так вот. Вот столько всего мы накупили. Казалось бы, так мало, но ушло 110 монат. Приду домой и покажу вам, что столько стоит. Вот столько всего мы накупили. Сейчас я по одному буду вам показывать и говорить, почем я купила и зачем я купила. Итак, с чего мы начнем? Давайте начнем со сметаны. Мы взяли аж три штуки. Здесь 15-процентная сметана. Здесь 30-процентная. Цены я вам здесь буду писать. Дальше. Купили мы мороженое. Вот эти два любит моя бабушка, поэтому я и взяли. А вот эти нам с мамой. Тоже две штуки было. А вот. Нашла. К сожалению, в наших супермаркетах я такие не видела, поэтому решила взять в Браво. Дальше. Меня просто покорил этот альпингольд. Посмотрите, какой интересный вкус. Обязательно попробуем с вами на мукбанке. Дальше это маршмеллоу. Я взяла большую упаковку, потому что маленькая стоила приблизительно столько же, но там было мало. Дальше у нас есть фисташки. Вот такой вот кофе три в одном. Я люблю на завтрак его. Дальше здесь у нас с вами майонез. Я не стала брать сырный соус от Хайнс, потому что у меня две штуки лежат в холодильнике. Зачем, подумала я. Дальше шпрот. У меня есть идея снять для вас мукбанк. Бутерброды со шпротами. Мамочка обещала приготовить. Дальше семечки. У меня последнее время кашель, причем, наверное, хронический, поэтому я взяла только для бабушки. А еще моя бабушка обожает этот напиток. Это тархун. Причем я взяла даже два, потому что он продается только в Браво. В других местах я обычно и покупала меринту с яблоком. По мне это то же самое, но бабушка говорит, что тархун намного вкуснее. Поэтому это для нее. Здесь у нас рис, султан. Понятное дело, ребята, что, например, этот рис нам не на неделю, где-то на 2-3 месяца. Но мы, например, покупали здесь некоторые вещи, которые мы будем использовать где-то 3 месяца, а какие-то вещи, например, не докупили. Как вы видите, фруктов, ягод, овощей здесь очень мало. И вы знаете, когда заходишь в супермаркет, ты прям сразу не вспоминаешь, что тебе нужно. Просто берешь то, что увидел. Любимые мои сосисочки, Крысля, она взяла немного. Дальше здесь сыр. Такой небольшой кусочек. Самое главное состояние, достижение. Это вот два таких вот бокала. К сожалению, одного не было. Пришлось взять два. Это для пива. Но я думаю, что для такого верблюда, как я, это будет просто стакан для какого-то напитка. Кстати, о стаканах. Вы уже видели эту прелесть? Ну, как можно было ее не взять? К сожалению, видео не передает тактильных ощущений, но так приятно гладить этот стакан. Не знаю, как он будет вести себя после того, как я буду пить из него чай, потому что матовое покрытие. Боюсь, что быстро будет пачкаться. Но в любом случае, это того стоило. Дальше тут Рафаэлла. Был на скидке, подумала, что не взять. Лейс. Хотела взять Принглс, но потом подумала, что уже несколько видео подряд у меня был Принглс. Да и надоело, если честно, мне. Дальше здесь Фантом. Каппи вот такой вот. И еще на пробу взяла вот такой вот Каппи. Дальше. Вы знаете, что мы дома печем хлеб, но я решила все-таки черной жаной взять. Это особый кайф. Так, дальше, например, у нас чай здесь. Вот здесь был он с подарком. Я даже предлагала маме взять два. Мама говорит, они постоянно с подарками, так что не парься по этому поводу. И подарки всегда там разные. Здесь был вот такой вот стаканчик с символами Баку. Я подумала, почему нет? Все равно чай постоянно покупаем. Вот, например, чай. Эта упаковочка нам хватит где-то на три месяца. Охота стоила добычи. Туалетная бумага. Три слоя. Три. Мягкая, как перышко. Бумажные полотенца. Я очень люблю вот эту туалетную бумагу. Обалденно. Я не люблю дешевую туалетную бумагу. Вот можно экономить на чем угодно, но только не на туалетной бумаге. Потому что им мы вытираем наше самое любимое. Поэтому взяли такую. Дальше у нас здесь Ариэль. Белая роза. Вот, например, Ариэль тоже. Мы взяли, нам хватит это на месяц или на два. Средство для очищения стекол. Вот такое вот взяли. Дальше сахар хотели взять в большом формате. Но потом подумали, что уж слишком много у нас всего. Не дотащим, так скажем. Дальше у нас охотничьи колбаски. Я просто кинусь в морозилку. Дальше. Вот такие вот полотенца, чтобы вытирать покрытие. Пять штук. Какой красивый орнамент. Дальше. Кукуруза Боньюэль. Люблю кукурузу консервированную. Хотя, в принципе, сейчас можно и свежую взять. Нет необходимости покупать консервированную. Огурчики я люблю маленькие. Вот. Дальше. Что я вам не показала? Здесь у нас немного фруктов. Так как в этом супермаркете немножко фрукты дороже стоят, мы покупаем их больше на рынке или вот в ларёчках, прям под домом. Так удобнее. Как бы свежие. Поэтому мы там много особо фруктов не стали брать. И овощей тоже, кстати. Здесь, значит, такие персики и бананы. Я взяла всего две штуки, потому что мы с мамой только кушаем бананы. Бабушка у нас вообще не любит. Дальше. Дальше. Что же я вам не показала? А, я вам не показала оливки. Без косточек. Я всегда беру без. И последнее, наверное, курица. Здесь грудка и крылышки. Взяли каждого по килограмм. В общем, на этом всё. Вот это всё, что мы купили. Я думаю, что первое время как-то можно будет прожить на это всё. Потом уже потихоньку будем спускаться и покупать что-то. Чек у меня получился вот такой вот. Можно этим чеком просто вязать шар. У меня получилось 110 монат. Это что-то в районе 5000 рублей. Вот это всё я купила на 5000 рублей. На этом, ребятки, всё. Если вам понравится этот формат, каждый раз, когда я буду идти за покупками, я буду снимать для вас вот такое вот видео. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, потому что оно мне очень важно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для вас эта мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех целую, люблю. Всем пока.